О чём мечтается, всегда сбывается И если мучиться, то всё получится Что не сбудется, то позабудется И когда-нибудь, когда-нибудь в кого-то влюбиться Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, я Ксения Собчак И это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга Инициатива должна исходить от мужчин Так считаю я и Наташа Варвина Которая так и не смогла выбрать, кто же ей симпатичней Костя или Артур Видимо, кто-то стесняется своих чувств А вот Радуга предпринимает пришительные шаги И вчера заявил Сэму о своих симпатиях к Насте Дашко Сегодня предварительное голосование И если кто-то из ребят не осмелится поцеловать девушку, которая ему нравится То, возможно, завтра придётся проводить её до ворот А ещё напомню, что заветные мечты наших старичков Исполняются всего через 35 дней Когда они переедут в город Сегодня 1234 день нашей телестройки Радуга осмелился претендовать на внимание и симпатию Насти Дашко Которая уже давно находится в паре с Сэмом Селезнёвым И несмотря на то, что Радуга пытается замаскировать свои ухаживания за Настей Исключительно дружескими мотивами, все ребята заметили, что эта девушка по-настоящему нравится ему Геннадий Джикия не скрывает своих симпатий к Алене Белоус А Алена втайне строит планы мести Геннадию Ведь именно он подговаривал других участников голосовать против её любимого Саши Который в итоге покинул проект Наташа Варвина вообще запуталась К ней в городок приехали сразу двое молодых людей Костя и Артур Но Костя всё время флиртует с Наташей Батышевой А Артур заглядывается на Надю Скороходову и Юлию Балкан Наташа не может понять, с кем из этих молодых людей стоит попробовать строить отношения Потому что не знает, кто из них испытывает искреннюю симпатию именно к ней Сегодня выбор симпатий, да? Девочки выходят Как если женское голосование? За девочками выходят мальчики За девочками выходят мальчики Ага, как ты думаешь, кто за тобой выйдет? Мне кажется, Радуга выйдет Поддержать? Радуга, думаешь? Угу Ну, может Он любит поддерживать Алена себя раньше каким-то мнила, сейчас она вообще уже потерялась Сидит целыми днями с Игретой в зубах и с Наташей И даже не участвует в личной жизни вообще людей здесь Ты знаешь, чем это попахивает Но она думает, что она крутая Интересно, с такой как быть? Двое, думаешь? Не знаю, до выбора симпатий Обозначить Вчера на Лобном хотелось, чтобы я сказала Я говорю, ни-и-и-ка Отец сказала, что я скажу долго Я вообще скажу Я вообще сказала так Вы знаете, какие-то странные ко мне пришли мужчины Один проводит время с Юлей, второй с Натальей Пусть они разберутся сначала Они в итоге-то с кем хотят? Общаться? Со мной? Я запрещаю Артуру общаться с Юлей Так я обоим им запретила общаться с другими девочками Я сказала, мальчики, вы определитесь, пожалуйста То, знаете ли, вы требуете, чтобы я определилась А сами не можете Слушай, знаешь, что тебе случилось? Что? Артур принес мне и Наташе чай на подносе с головой в пасты Ничего себе, слушай, вот это да А кто-то мне сказал Не помню кто Не буду врать Я просто действительно не помню Тут уже столько информации Что Артур вроде как сказал, что Наташка не нравится Ни его, ни моё, говорит, ни моё А зачем тогда он тогда? Вообще странный какой-то Не знаю Я говорю, он в первый день пришел, когда Мне он прямо на лобном сказал Ты клевый чувак Прошло минут 5-10 Он подошел и говорит У тебя клевая тёлка Я говорю, она не моя уже Он такой, ну ладно Потом он что-то к Наде подошел, сказал И потом в итоге выяснилось, что он Не прочь бы и подтулиться Ну как бы Знаете? Да, да, да Не прочь бы и к линии подбить То есть странно вообще как-то Не знаю, так хочется верить, что она искренняя Мне уж кажется, что Костик более искренен А Костик что искренен, он вообще ничего не делает Ну вот поэтому ничего и не делает Поэтому и ничего не делает А Артур делает? Артур комплименты, ухаживает А Наташка что сама думает по этому поводу? Наташка расставила уже, конечно Расставила, да? Да Сегодня предварительное голосование Как ты думаешь, кто из них за тобой встанет? Я думаю, что Артур Меня Радуга вообще сейчас не трогает Мне сейчас Артур нравится Тянет Да? Да, тянет меня к тебе Серьезно? Не знаю, что мне делать Ребята, минуточку внимания У нас у всех такое просто отличное настроение Хотите скажу почему? Потому что мы практически все не курим И я точно так же не курю И мы идем красить нашу самую, ту самую, пресловутую летнюю курилку Вперед! Беспетку бы сказал Выдавай, Алёне Гена, я не курю По три-четыре Гена, рот закрой И пусть они красят Гена, рот закрой Ежечасно, ежеминутно Вскрываются камеры и продолжают курить Разумеется, что у вас не курят Это специальное занятие Дорогие девочки Проходят Здравствуйте Здравствуйте Карина Сергей Владимирович Очень приятно Это Сергей Владимирович Мне надо сюда съездить, да? Волшеб Куда пройдет Сергей Владимирович Так В общем, тебе нужно выйти сейчас на минутку Вы решили мне посвящать сразу? Да, да Сейчас пусть она пока там будет Сергей Владимирович Еще раз здравствуйте Меня Руслан зовут Угу У нас проблема следующая Она курит как паровоз И делает это вульгарно Знаете Дайте мне ручку вашу паровоз Она делает это вульгарно Даже вот как-то Вот как-то Вот так, знаете Ну, как Как беспризорник А она не беспризорник Она очень хорошая девушка Очень порядочная И порой даже очень тактичная Нам нужно сделать так, чтобы она сегодня бросила курить Раз и навсегда Она об этом знает? Она об этом догадывается Но она не знает До конца Что она хотела бы бросить сегодня Раз и навсегда? А это будет для нее маленьким сюрпризом Она вам потом вот такие рисунки тоже зарисовывает Благодарность Вы бы хотели, чтобы она замотивировалась Вот в данный момент времени И моментально? Конечно Абсолютно Невероятно Вы ее будете на эту кушетку класть? Обязательно Да Вы ее, пожалуйста, положите Если есть надобность Освежите ее Если она курит Вот как вы показали Это не просто курение Это определенный Стиль жизни Даже не стиль жизни Это определенные действия Да Которые совершаются в момент этого курения Это атрибутик определенный Знаете, на самом деле Серьезная психотерапия там точно не нужна Там нужна хорошая палка Желательно саксовуловая Чтобы, знаете, сильная Такая была крепкая И не сломалась Ты краси, ты краси Я не крашу Ты куришь, ты должна красить Я не куришь 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 Такой подстава Такой подстава Ну зачем ты наговариваешь на человека Давай краси Род твой, закрой, слышишь? Не крякай Сам не крякай Какашечник Алена, признайся Ты же влюблена в Гену Я в Гену? Мне тошнит от Гены Конечно Если девушка говорит Да меня от тебя тошнит Значит она говорит Я в восторге от тебя Ален Ну хватит тебя уже Особенно, когда ты говоришь Саша, что у тебя такие соображения Нет, знаешь Алена особенно, когда говорит Вот так вот Подожди Гена Ты заметил, как она тебе говорит Гена Гена Я тебя ненавижу Ты больной, Гена? Гена Гена, я тебя ненавижу Меня тошнит от меня От меня От меня Возьми меня Подожди Она Подожди Она смотри Даже не до конца застегнула Свой строительный комбинезон Ален Признайся уже Род твой Закрой, слышь ты Дебил Какашечник Вчера Не странно Он вчера почему-то взял Опустил руки И опять Проводил время с меньшим Может быть ему не понравился тот факт Что ты Знаешь, вот так вот Выбираешь из двух молодых людей Как из двух помидоров Какой посвежее Какой получше Лежит на прилу Ну возможно и это ему не понравилось Я не знаю Думаю, что скорее всего Но ты хотела, чтобы они оба тебя добивали Да, я хотела просто посмотреть Насколько сильно как бы То есть они пришли оба и заявили Нам нравится Наташа Да, мы хотим там Создать с ней пару Но как бы ни один, ни другой Никаких действий Ну, не То есть Ну а тебе приятно, что именно Артур проявляет По отношению к тебе инициативы Или тебе все Ну, если честно, мне приятно Конечно, любой девушке будет приятно Когда вот Молодой человек Всяческие знаки внимания А хочется Чтобы кто проявлялся Чтобы Костя Ну вот так вот, видишь Да В жизни всегда так Ну а что тогда с этим делать Может быть вообще Вся эта история с Артуром была Для того, чтобы Костя Наш садится Провоциров Возможно Очень бы хотелось А может быть он это понял Хотелось бы, чтобы он это понял Мы не ссоримся Более Нет, нет Это Надя на меня что-то опять ворчит Более того Я собираюсь сегодня выйти За моей сладенькой девочкой На предвариловке Я не твоя сладенькая девочка И у меня сюрприз для нее Очень интересная Я не твоя девочка Я уже буквально раскрыл В последнее время Знаешь, что замечаешь Когда Миша тебя там посекочет Или что-нибудь Ты уже где-то Улыбаешь И вот хихикиваешь Ну а что ей плакать Я ему постоянно говорю Миша отстань от меня Я уже устала Говорить одно и то же Это бесполезно Буквально То же самое Понимаешь, у него такая же политика Как у тебя Что если девушка говорит Отстань Значит не отстань А там наоборот Обними меня покрепче Вот она тем и пользуется Это не моя политика Это женская политика Это не моя политика Уж точно Ну вот Надя может абсолютно другое сказать Но я уже Миша Я замечал На самом деле Может быть Может быть Может быть уже Нет Саша Не пускай они мечтают Нет Вообще я мечтаю Я не хочу чтобы было А это уже 51-й раз Вот видишь Это жесть просто какая-то Конкретно Ты хотела Мне предлагается Селить в доме Закрыть комнату На неделе Они в раз помирятся Надь А если вот смотри Миша бы сейчас Стал бы знаки внимания уделять Там знаешь Романтическое свидание Каком-нибудь ухаживать Так я готов Уже Ну а если бы он тебя пригласил Сейчас на романтическое свидание На дружеское На романтическое Ты бы согласилась пойти? Ну свидание же ни к чему не обязывает Вот Вот Романтическое свидание Ну ты согласилась бы пойти Ну свидание ни к чему не обязывает Еще раз Но я не думаю что Михаила Это к чему-то приведет Я сразу Спешу Развеять вашу надежду Что вам это не поможет Ну, ты пошла бы все равно на свидание. А почему нет? Шикарный, но недорогой ресторан. Ну, ничего. Все. Все, веди себя хорошо, да, малыш? Присаживайся. Все будет хорошо. Я уже, собственно говоря, по всем, как говорится. Все будет хорошо, тебя никто не... Спасибо. Вы в курсе? Вообще. Абсолютно. То есть, от трансплантации органов не слышали? Слышали? Слышали. Не уходите. Сразу не сбегайте. Здесь не будет трансплантации органов. Если только она не случится лет через 20, когда вы полностью отравите свои легкие, вам их будут пересаживать. или уже сейчас подготовились к трансплантации? Нет. Нет. Ну, тогда, с моей точки зрения, вы попали вовремя сюда, потому что все ваши коллеги, друзья хотят, чтобы вы отказались от курения. Вы понимаете, что... Объяс и раз и на филе. Делаем. Если это о ваших силах, то я согласна. Юленька, о чем я хотел поговорить с тобой? Сегодня предвариловка, завтра женское голосование. Как ты думаешь, сегодня выйдет кто-нибудь за тобой? Ну, хотелось бы верить в это, но я, честно говоря, даже сомневаюсь. А кто бы ты хотел, чтобы за тобой вышел? Ну, там один одинокий парень стоит. Ну, как скажи. Как зовут? Да. Не скажу. Не скажешь? Нет. Не, ну скажи. Посмотрим, Саша. Откуда я могу знать? Я думаю, нет, я, наверное, думаю, что если он рядышком стоит, и твои взгляды так, знаешь, поворачиваются так вот в эту сторону... Да, давай. Ну, давай. Нет, тут просто как... Я имею в виду, что было дружеское. Ну, на ушко, ну скажи. На ушко не скажу. Ну, скажи мне, вот это вот... Нет, так я тебе серьезно говорю. Я на замочек, и все там так зашли. Это не важно. Это не важно, Саша. Юль, я был бы очень рад, чтобы... Если он выйдет, это будет здорово. А если нет, то ничего страшного. Ну, Юль, ну скажи мне на ушко. Ну, Саша. Я никому не расскажу. По секрету всему сын. Нет, я честно... Нет. Я никому не скажу, правда. Ну, скажи, пожалуйста. Нет. Я честно слово никому не скажу. Ну, зачем? На первую букву скажи. Ну, конечно. На первую букву. Скажи. Да, Боза. Да, Боза. Все хочешь, чтобы я бы... Не скажи первую букву, пожалуйста. Нет, ну это не имеет значения. Как ты думаешь, останешься опять одна без принца, без короткого? Ну, даже не знаю, что тебе такого-то интересного ляпнуть. Артуру мне нравится, но у них там своя интрига с Константином и с Натальей. Артур, мне кажется, хочет сблизить Константина с Натальей. Ну, это было так давно, уже разонравился. Хотелось им даже комнату заселить. Я сейчас девушка такая ветренная, хотела для иммунитета. Не для того, чтобы колготки снимать. Да. А он вот теперь Насте цветы подарил. То, радуга? У меня радуга вообще сейчас не трогает. Мне сейчас Артур нравится. Ну, может быть, поэтому тебя радуга и не трогает, что он на другую девушку переключился? Нет. Так он ни на кого не переключился. Это было где-то недели три назад. И дабы, чтобы вокруг него происходило хоть какое-то событие, он ничего не мог придумать, чтобы подарить цветы Насте. А это очень просто. Ну, мне кажется, что он мог бы что-то придумать. Да вот что-то и не думается. Ну, потому что зачем мы строить отношения с девушкой-одиночкой? Это надо стараться, что-то напрягаться. А тут просто цветы Насте ей подарил, уже об этом говорят. Даже сейчас мы говорим об этом на Таде. Радуга меня совершенно никак не трогает и не интересует. Хорошо. Артур, чем тебя зовут? Артур меня привлекает внешне. И мы с ним поговорили по душам. Внутренние его характеристики меня радуют. Ну что, Юлькин, не боишься? По поводу завтрашнего дня? Ну да. Да не очень. Есть, конечно, немножко переживания, но... Просто смотри. Вот, например, я знаю точно, что против меня будут голосовать. Скорее всего, Алена, Наташа точно. Надя Скороходова точно. Миша я не уверена. Хотя, я думаю, что да, наверное. Семен точно. Семен точно. Радуга точно. Но это немного голосов пока что. Это уже пять. Но это немного. Вот. Ну, как бы... Это достаточно, чтобы человек... Ушел. Как завтра голосуешь на женском? Ой, еще вообще... Да. Давай, заваливайся к Сашке. Заваливайтесь к Сашке, пока у меня провод не достает. Тянет. Да? Да, тянет мне к тебе. Серьезно? Не знаю, чем мне делать. А блин, а как же тебя может тянуть, если я такое вот... Мороженное, я абсолютно не принимаю. Вот не знаю. Все же тянет. Запах мой твой нравится. Никаких знаков внимания. Глазки у тебя такие. Никаких знаков внимания. Никаких знаков внимания. Никаких не делаю. Вот хочется, чтобы ты делал, так вообще, понимаешь, не оторвешь меня тогда от тебя. Ты думаешь? Угу. Ну, не знаю, даже не знаю. Серьезно? Это незаметно было по тебе. Ну, как незаметно? Я же... Я как, понимаешь, как говорят у нас на проекте, я же девушка. Ну, я же девушка. Да. Слушай, понимаешь, но вот я так понимаю, что... Слушай, ну, вот на самом деле в 21 веке мужчины почему-то так сильно расслабились, да, и требуют к себе внимания. А мы хотим вернуться туда, в те далекие века, когда мужчины дрались за нас на дуэли. На дуэли. Когда... Я тебе хочу сказать, что... Цегрек, что мне дам на руки за них. Вот. Я тебе хочу сказать, что я, например, до сих пор считаю, что мужчины должны быть такими. Но просто на этом проекте, к сожалению, все приравнены, мужчины и женщины. И так я к этому... Нашел масло, да, молодец. Вот. И я, к сожалению, как бы понимаю, что это так, потому что... Ну, вот... Вот так вот, видишь, тут получается, что нет и мужчин, и женщин. Как это нет? Я говорю, меня к тебе тянет, да? И хочется, чтобы тоже в свою очередь... Ну, ты, видишь, сказал, что да, мне вижу тебя там... Печально. Печально. Спасибо, Миша, что ты вышел меня поддержать. Я бы хотела сказать, что Артур сегодня сделал великолепный комплимент мне утром, и я бы сейчас хотела сделать комплимент ему. Вот так вот, Михаил, вот так вот. Вот так вот мы себя ведем. Я хочу спросить Костя, почему же ты за мной не вышел? Ну что ж, друзья, очередная предварительная перед голосованием любовно-поэтическая история, которую открывает Надя Ермакова. Вперед! Хоть Ксюха меня по моей фамилии назвала. А что, выходить надо? А можно, да, в принципе, уже выходить. Я сегодня буду краток, потому что сегодня, на прошлой неделе, женское предварительное голосование в Севгрубе. Опять женское? Да, так что иди ко мне на ручки со своими чужими сапожищами. Вот они, настоящие мужики. Ну что ж, может быть, не меньше повезет нашей другой участнице, Алене. Она одела розовые тапочки. Розовый Геннадий! Алёнушка, хотел извиниться за все свои оскорбления и сказать, что я меняюсь. И ты очень хорошо выглядишь. Дайте подружку. Поцелуй, поцелуй! Нет! Красота! Геннадий, это неожиданно несколько. Ну я же очень непредсказуемый. Итак, королева Виктория в поисках своего короля. Солнышко, Собчак, любимая, можно я с тобой постоять? Потому что я знаю, что из этих принципов королевы... Ну я понимаю, что я, конечно, сегодня в костюме жениха, но все-таки выходи вдруг. Нет, никто не уверен. Нет, может быть, правда. Выходила! Не первый год уже одна выходишь на круг. Это точно. Уже пора привыкнуть. Ну что же, я в ожидании мужского прихода. Спасибо. Вот так мужчин нету! Ну что ж, следующая наша участница, Карина. Карина. Главное, чтобы ее собака не поцеловала и не загрызла. Рустам. Все в порядке. Или ты завел такой собаку, чтобы он тебя защищал от всех? Меня нет кого защищать, разве что от одной блондинки. Да? Ну что ж, Надя Скороходова, прекрати, мне страшно. Надя Скороходова с веночком. Спасибо, Миша, что ты вышел меня поддержать. Я бы хотела сказать, что Артур сегодня сделал великолепный комплимент мне утром, и я бы сейчас хотела сделать комплимент ему. Вот так вот, Михаил, вот так вот. Ну что поделать? А поцеловать девушку? Так это по-дружески я вышел поддержать перед женским голосованием. А, по-дружески. Ну, посмотрим, кто будет поддерживать Наташу Варвину. Ну, что я тебе могу сказать? Это наша первая встреча здесь. Я растерян, сражен, приклоню колено. С чужим венком на голове, вы хоть веночком снял. С чужим венком на голове, мне его подарили. Другая женщина, между прочим. Ну, хорошо, смотритесь вы великолепно. И следующая девушка Юлия. Тишина, все замерли. Самой. Тишина в зале. Постояли. Юлия. Можно уходить. Составит пару Виктории Карасевой. Где Виктория? Ну, Натали, на разрыв Степана нет. Посмотри на этих парней. На полосессию. Моя кривая рука пригодится тебе для поддержки? То я с удовольствием выйду, так сказать. Поскольку я собирался поддержать Алену. Собирался поддержать Алену. Просто, так сказать, по-земляски поддерживаю. Радуга у нас главный держатель. Он всех поддерживает. Ну, что ж, остался у нас один непрекаянный Константин. Константин. Взять Собчак не так просто, как кажется. Ее можно взять только ежовыми рукавицами. Особенно, когда она в костюме дирижера любви. Пойдем, Константин. Не надо. Ну, я боюсь, но прекратить. В ряду ухажеров Натальи Варвиной явные потери. В чем же дело? Об этом узнаем прямо на лобном месте. Встречаем Ксению Собчак. Ну, волнует меня, конечно, Рустам и Карина. Я знаю, что вы тут расстались на днях. Вчера-то Рустам пригласил Карину на свидание. Как съездили? Да, у нас был непростое свидание. А золотое? Да, это было свидание секретом. Я признаюсь, я ребятам даже не говорил, кроме одному только ребенку. Но перед тем, как уехать, часто все знают, да, о том, что там будет, чтобы курочку не спугнуть. Из силков. Ну, расскажи, что же там было. Там был очень грамотный специалист, который занимается этой проблемой много лет. Он сделал над Кариной несколько волшебных пасов в течение 40 минут. Это все производилось. И теперь наша девочка не курит. Можно аплодисменты, ребята? Супер. Он тебя закодировал? Да. Слушай, как круто. Карина, как ты на это пошла? Ради любви к Рустаму? Я бы, можно я предвосвечу? Я бы не хотел, чтобы Карина делала что-то ради любви ко мне. А делала ради своего здоровья, конечно. И ради любви к себе, в первую очередь. Карина, ты поэтому такая трагичная сейчас? Нет, Ксюш, просто аппарат настолько серьезный, что я еще до сих пор в таком полете. Легкости. Ну, ты говорить хоть можешь? Никотина. Да. Ты простила Рустама? Простила, ну как простила? Жилинные нюансы, как Рустам говорит, я бываю вот такой и привыкай ко мне. Есть какие-то минусы у тебя, есть минусы у меня. Но у Рустама эти минусы отличные от всех минусов сидящих здесь людей, мне все-таки кажется. У него они какие-то особенные минусы такие, нечеловеческие. Вот один из них в этом. Слушай, Рустам, как ты теперь будешь общаться с Кариной? Дружеские. С Кариной, ну, во всяком случае, никаких фонтанов, свиданий с цветком в заднице точно. Не рассчитывал. Нет, на веревке я вот тут качаться не буду и кричать, Карина, я тебя люблю. То есть цветочно-букетного периода не будет? Волосы хной красить не буду. Никогда. У него просто единственное, что ему остается, это вот с бантиком здесь на голове, как вот первоклашки, знаешь, бывает, выходит, я на Кубани один такой дурачок маленький. И с такой прической приглашать Карину на свидание, чтобы она бросила курицу. Очень, кстати, похвально, молодец Рустамин, у тебя даже похвачивай. На самом деле я не вас имел в виду, тоже не меня, да? Ну, в общем, вот этого всего не будет, будет взвешенное общение. Глубокие чувства. Да, общение двух взрослых людей. Но я так понимаю, что у тебя к собаке сейчас больше чувств, чем Карины. Ты даже кормил ее из кружки, которую тебе подарила Карина. Это правда. Дело в том, что собака сейчас получает самое лучшее. То есть все лучшее для Ванды. И для Карины. Карина все-таки на втором месте после собаке. Я считаю, что Рустам сделал для меня, потому что он знал, что я хотела бросить курить, но понимал мои причины. Я ему объяснила, не буду сейчас. А, Кариночка, сразу на другую тему. Ну, ладно, ну, главное для него в жизни собака, будешь после собаки. Обидно, конечно, что после такой несимпатичной собаки. Ну, ладно. Хорошо. Давайте теперь обсудим предварительное голосование, друзья. Вот Наташа Варвина, например, девушка, которую хочется обсудить. Ездила вчера на свидание с двумя молодыми людьми. Вышел сегодня за ней всего лишь один, Артур. Ну, ты хоть рада этому? Конечно. Честно? Честно. А ты не хочешь задать вопрос другому молодому человеку? Да, хочу. Давай. Я хочу спросить, Костя, почему же ты за мной не вышел? Ну, во-первых, мы с тобой сегодня с утра разговаривали на этой тему. Да, и не только с утра. Да, и не только с утра. И я тебе сказал, что, к сожалению, мои чувства и то, что было изначально, как ты приехала, угасло. А почему, Костя? А мне кажется, просто Костя испугался. Да нет, я ничего не боюсь на самом деле. Ну, а что тебя разочаровало? Подожди, Кость, что тебя разочаровано? Ну, все, меня разочаровало, как бы, общение, общение, не общение с Наташей, это непонятная ситуация втроем. И я понял, что... Тебе не понравилось, что она как бы играет вами двумя, или просто какие-то ее человеческие качества? Ну, и это тоже мне, на самом деле, не понравилось. Ну, и вообще сама ситуация... Ну, конкретно объясни, ведь когда ты пришел, ты сделал заявление, что ты пришел именно к этой девушке, она тебе нравится. Потом, буквально за несколько дней, все чувства куда-то пропали. Значит, есть какое-то объяснение этому, правильно? Да, объяснение этому то, что, во-первых, я раньше ее как бы не видел реально, да, то есть мы с ней... Ну, то есть внешне тебе не понравилось? Да, нет, мы пообщались 2-3 дня, то есть, ну, я вот сегодня старо проснулся, я понял, что я не так вот хочу, у меня нет такого огромного стремления быть с ней и строить с ней пару. А вот, ты знаешь, мне твоя речь напоминает речь человека, который, когда проигрывает, говорит, не очень-то и хотелось. Может быть, просто такой стремительный напор Артура как-то тебя сбил с толку, и ты решил, ну, что, я буду ввязываться в драку, вдруг проиграю? Нет, я, во-первых, не заметил особой стремительности от Артура, и это неправда, не было у Артура абсолютно никакого стремительности. Нет, ты что? Ну, конечно. Ну, вот говорят, что была. Ну, я не считаю, что... А ты вот взял ручки-то и сложил. Да нет, мне просто действительно стало как бы... Наташка не интересна? Да. Кто теперь интересен? Да вот, пока я не могу сказать, что кто-то мне просто очень безумно нравится, но, в принципе, моя симпатия принадлежит Натали, которой сейчас здесь нет. Ну, хорошо, подождем, когда она вернется. Наташ, ну, ты теперь сделала свой выбор. Это Артур, правильно я понимаю? Да. Артур, ты рад? Да, мы теперь будем друг другу больше уделять времени, мы будем больше общаться, будем... С моей стороны будут, безусловно, много знаков внимания, ну, и будем вот как-то сплочать наши отношения. Хорошо, теперь я хочу дать слово Мише. Да, я хотел бы, как бы это смешно не звучало, несмотря на всю трагикомичность ситуации сегодня на Предвариловке, сделать Надюшеньке небольшой подарок, так сказать. Да. Ой, что же, Михаил, снег пойдет? Это мини-копия меня, такой же красивый и колючий, как я, я хочу, чтобы он всегда напоминал ей обо мне. Миша, ну, судя по твоим поступкам, мне кажется, что ты все-таки как-то раскаиваешься в каких-то своих поступках и пытаешься примириться, правильно я? Да, я раскаялся даже не то, что там раскаиваешься, я раскаялся во всех своих поступках, то есть я буквально... Ну, ты понимаешь, есть такое мнение, что раскаяние, это, конечно, хорошо, но только когда оно искреннее, когда человек не просто говорит «прости меня», а когда он реально готов не повторять больше своих ошибок. Да, я просто не знаю, чем уже доказать, что это раскаяние действительно искреннее, то есть Надежда мне не верит, и я очень переживаю по этому поводу. А ты не знаешь такую русскую народную примету, что кактус девушке дарить нельзя, это к тому, что она замуж не выйдет? Да? Да, у меня вся квартира в кактусах! Миша! Серьезно, смотри, вот это вот все по поводу веночка Артуру, то есть... Ну, а ты не думаешь, что веночек Артуру был сделан специально, чтобы тебя лишний раз, знаешь, уколоть? Артур сегодня сделал утром мне комплимент, мне очень понравился, и я-то хотела сделать ему ответный комплимент, то есть этот венок значит только комплимент Артуру. Вот, и после этого Миша сказал, что сделает все возможное, после того, как он сначала поддержал меня перед угрозой, после этого он сказал, что сделает все возможное, чтобы меня выгнали с этого проекта. О-о-о! Мы тебя не отдадим! Это так? Нет, ну это на самом деле, я не буду кривить душой, я так сказал, но это не более чем Стёп был, на самом деле. То есть это речь пораженного страстью мужчины? Да, 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 буквально укол в сердце был мне, я не смог сдержать. То есть в любви на войне все средства хороши? Да. Миша, будешь добиваться своей бывшей девушки? Конечно. После возвращения? Ну как он будет добиваться, если перед тем, как подарить мне кактус, он аккуратненько гладил Наташу Стёпину по попке? Ну, одно другого не мешает Наташа Стёпина, ах, какая ты Наташа Стёпина! Я отряхивал, она ухвала! Пока Стёпы нету, значит, да? Вот так вот мы себя ведем. Не, это тряхивает вот так. Прикрываешься дружбой с Мишей. У меня же не русская попа, а выступает. Конечно, это кошмар. Ну и последний человек, который меня удивил, это Геннадий. Да, но я не слышу, что я кого-то удивил, самая удивленная была Алена, но я не понимаю, почему она удивлялась, потому что я на протяжении всего этого времени постоянно уделял ей какие-то внимание какое-то некое, но дело в том, что я действительно тоже раскаиваюсь во многом, что я причинил, может, какое-то неудовство, может, как-то оскорбил Аленку. И это, как бы, мое извинение искреннее. И хотел бы тоже загладить свою вину немножко. И тем более у Аленушки завтра день рождения, на котором я не буду присутствовать. Ну, это небольшой букет этих цветов к примирению. Прекрасно. Ты принимаешь эти эти? Да, принимаю. Мне очень приятно, спасибо. Геннадий, молодец, настоящий поступок. Радуга, я хочу тебя спросить другую. А можно вот я вот здесь, Ксюш, пожалуйста, просто, честно говоря, я проиграл сегодня 10 долларов, Гене. Я сказал, что, Алена, ты с ним никогда никуда не пойдешь и никакого знака внимания. Ну, знак внимания... Слушай, он вышел за мной на предварительном голосовании. Мне просто как... Я просто говорю, что... Не подстрекай девчонку, не подстрекай. У меня к тебе тоже есть вопросы. Ты чего за другими девушками замужними ухаживаешь? За Настей Дашко. Практически замужняя девушка. Чего ты ее с пути истинного сбиваешь? Разве? Ну да, разве нет? Я слышал, что... Живут с Сэмом столько лет. Не, ну я скажу честно, я ее вчера увидела, она горела, прям лицо сияет, глаза блестят. Ну, возможно, просто ей нравятся особенные мужчины, то есть Сэм особенный парень. Ну и как бы я... Но тебе не жалко будет разбивать пару, которая столько лет? Я не буду разбивать ничего. То есть я же как бы расставлял точки над ее, я ничего не разбивал. То есть днем у нас была беседа такая случайная. Но Сэм ведь очень агрессивно себя повел, его можно понять? Можно, конечно. То есть как бы он должен защищать свою самку, как полагается самцу. Господи. Ну, что... Вот так вот. Начали с цветов, а закончили тем, что несчастную Настю Дашко за что-то обозвали самкой. Вообще, ну как? Все мы на самом деле самки и самцы, то есть, и кто-то хвост раскручивает. Это в своем мире, ты знаешь, не обобщай его. Если бы Настя была сегодня на предвариловке, ты бы вышел за ним? Ничего. Мы вчера отлично как бы разобрались, что, зачем, почему. То есть вчера я пришел не за Настей, а за ними, за обоими, продлить дневную беседу. То есть, как полагается, согласно фильму, бриллиантовая рука. То есть бабам цветы, дитям мороженое. У меня было и мороженое, и цветы. Ну, ты за Настей, а так получилось, что пришлось идти в троих. Нет, все было готово на троих как бы сообразить. Ну, что ж, я могу сказать. Смотрите. У Насти Дашко появился тайный самец-поклонник. Держись, Настенка! Увидимся с вами сразу после рекламы. Он сказал даже, вы что, я еще вот скоро бриги начну плести. Я даже знаю, между кем и тем он будет их плести. Между правой своей косой и левой. Вот тут, да, запретил. Я считаю, что я привлекательный, достаточно мужчина. Я вижу, что не будь у нее отношений с Сэмом, то есть я мог бы подбивать к линии, мог бы вполне. Ну и что же тут криминального? Зайка, у меня же тактика, ты же все знаешь, что будет. Что будет в дальнейшем, да? Наш план коварен? Да? Как-нибудь я так хочу, знаешь, сделать очень больно Гене. Да? За все, что он делал когда-то нам. Я же очень злопамятный человек, ты же знаешь. И за тебя отомщу, и за себя отомщу. А начнем это все, конечно. Цветочки приятные. Я на самом деле хотела сказать на лобном месте, что, наверное, Гена напрашивается на приглашение, а он, к сожалению, не приглашен. Я хотела так сказать, но он сам озвучил то, что он не приглашен, поэтому... А знаешь, что, а мне тоже хочется кое-кому уколоть? Да. Кого? Ну, ты же понимаешь. Угу. Угу. Ну, скажи мне. Я не понимаю сейчас. Потом скажи. Ты мне поможешь? Конечно. Я теперь хочу за себя постоять. Конечно. Надо нам придумать какой-нибудь план. План-планище. Угу. Угу. Да? Угу. Какой-нибудь коварный такой. Да, да. Рррр. Хорошие цветочки. Все хорошо. Все хорошо, против джаза. Да. На самом деле мы должны с тобой все продумать и уколоть очень больно. Угу. Да? За все. Только скажи мне, против кого? Ну, скажи. Я, молодой человек Константин, решил поиграться тут в игры. Да. С помощью Мишины дутки. Да. Так я тоже с ним поиграюсь. Я принимаю правила игры. И хочу с ним поиграть. Да. И давай поиграем с помощью меня еще. На самом деле есть такой у меня один план. Ты знаешь, как сделаем? Давай сделаем так. Я буду проявлять знаки внимания Кости. Я же тоже хотела проявлять знаки внимания. И ты начнешь проявлять знаки внимания. И прям что? В общем, дальше продумаем сегодня и все. Угу. Вот. Самое интересное, что я понимаю, какой был план у них. Но я хочу их опередить и швырануть прям в самый последний момент. Супер. И Генку тоже уколем. Да? Да. Давай, одень. Одень. Да. Вот и Костям нравится, собственно говоря. Наташке? Да. И она специально с Артуром имеет какое-то следствие для того, чтобы досадить Костя и посмотреть на его реакцию. Я, конечно, Артуру поддахнул. Дело в том, что мне нравятся и Кости, и Артур. Артур тоже сказал, давай, ты должна, как он сказал, приударить за тобой. Я за ними. Да, да, да. Я понял. Ребят, ну я вам хочу сказать, мне, как вот я испытываю симпатию к ним, Артуру, Костеньке, малышу. Ну я считаю, что у Наташки Вадиной не достает мозгов, чтобы так круто закручивать между ними. Еще поговорить с тупой хотел. Слушай, что ты это? Я просто на самом деле не понял фишки с Дашком. А это не фишка? Это Дашко, это не фишка. Просто меня столько раз спрашивали, какой должна быть женщина, чтобы мне понравиться. Вот я отвечаю, она должна быть такой, как Дашко. Просто знаешь, цель того, что ты пригласил Настю с самого на свидание? Я слышал, что здесь принято приглашать на дружеское свидание. Есть дружеское, есть дружеское. У меня там не было ни вина, ни этих самых каких-то вещей. Было шампанское, было мороженое. Днем. То есть мороженое это для Семика, да? Ну да, мороженое для всех, но получилось смешно, как в глиантовой руке. Чтобы вам цветы, дитям мороженое. Ну как бы, добрые люди подсказали, что Насте нравятся карликовые розы. То есть, собственно, карликовые розы я заказал. А мороженое, ну чтобы всем так ценят. Что, она не принимает ни от кого, как бы, цветов? Нет. Днем, когда мы разговаривали, после стройки или как-то мы там зацепились, в общем, на этом самом, на крыльце стояли. И мы замечательно, я с Сэном остановился, потом Настя подошла. И мы так отлично поговорили, как я здесь еще ни с кем не горел, уж прости меня. То есть мы с тобой вроде разговаривали. Но все-таки это, ну, детский сад. Он сказал даже, вы что, я еще вот скоро интриги начну плести, пока хлеще Руснама, типа, там, что такое. Он говорит об этом, да? Да. Зубы обломает последние плести. То есть он, по всей видимости, еще и тебя пытается... Да-да-да. Это когда, ой, слушай, вот в этом тебе как раз очень далеко. Да, я даже знаю, между кем и кем он будет их плести. Между правой своей косой и левой. Вот тут заплетешь интригу. Слушай, как мне жалко его. Ну, это вообще просто такая жалость у меня все время. Так, не знаю, как-то вот. Ну, не получилось, вот у парня. Ну, вот не получилось. Ну, не бойный раз, да, так смотришь. Да-да, вот действительно. Иной раз смотрю. Не вызывает никаких эмоций, на самом деле. А, очень хочет. А, очень хочет, понимаешь? Ну, не получилось у него здесь вот сделать то, о чем он сказал. Нет, просто он пришел, он, видимо, хотел, знаешь, чтобы на него девушки все прыгали. А тут как-то вот никто и не стал. Вышла одна. А он хотел, причем все, чтобы сразу, Рустам, все сразу, понимаешь? Тори, ты... Он же помнишь, Тори же вышла, подержала, он такой, давай еще и ты, и ты, и ты. Ну, ты же говоришь, Тори с дуру прыгнула. И потом сразу... Сразу соскочила. Абсолютно, моментально. Я считаю, что я привлекательный, достаточно мужчина. Я вижу, что не будь у нее отношений с Сэмом, то есть я мог бы... Подбивать к лине мог бы вполне. И она мне очень нравится и по физике, и по тому, что, ну, как бы, и вчерашний разговор, как бы, показал. И то, что вот в глазах я увидел еще перед отъездом. То есть я хочу еще вообще сказать, то есть там уже раздули опять до того, что... Ну, а в итоге-то цель вот, кого же ты пригласил. Цель просто мне все равно либо сидеть в носу, ковырять, либо книжки читать, либо общаться с людьми, с которыми я говорю на одном языке, понимаешь? Ну, ты мог бы просто зайти и пообщаться. А тут ты пригласил на свидание, понимаешь? Здесь не бывает дружеских свиданий. Ты это прекрасно понимаешь. Не понимаю. Ну, и что же тут криминального? Цветы, ой, крышу построили, цветы убрали, ой, какая красота, ваша заливная рыбка. Ну, вот смотри, ты пригласил ее на дружеское свидание вместе с Сэмой. Видишь, сколько разговоров по поводу этого на тететах, на стройке, на лобном месте. Ну, с другой стороны, может быть, меня наконец-то покажут, только не в роли спящего красавца, да? То есть, потому что, когда я читаю книжку, допустим, это еще... А цель была, чтобы тебя показали? Да нет, я был у меня такой цели. Просто, кроме как спать и читать книжки, получается, что мне здесь нечем заняться. А как же Алена? Ну, Алена тоже достаточно ребенок еще. А сегодняшний вот этот шаг с Геной, там, я вообще был в шоке, честно говоря. Я вот решила попить с тобой чайку. Ты не против? Не, я не против. На балконе. Ты не против? Ты не против?